Всем привет, друзья! В предыдущих видео я снимал о том, как начал инкубацию индюшинных яиц. Закладывал яйцо 24 марта, сегодня у нас 5 апреля. Яйца уже лежат в инкубаторе 12 день. Ну, наверное, пришло время их провоскопировать. Сейчас я покажу, как быстро собрать простенький авоскоп. Буквально из двух частей. И провоскопировать яйца. Можно, конечно, авоскоп заказать на Алиэкспрессе или купить где-то в магазине. Ну, это стоит там 200 рублей, а мы соберем его за 50 рублей. Для того, чтобы собрать авоскоп, нам понадобится коробка, патрон, вилка со шнуром. Всё. Больше нам ничего не понадобится. Сперва, чтобы нам нужно проделать дырочку в коробочке. Для того, чтобы просунуть туда шнур. Посовываем кабель внутрь коробочки. Вводим его наружу. Зачищаем всё это дело. Соединяем. Так, вот у нас некачественный проводок. Зачищаем, соединяем. Всё очень просто. Не надо никаких там мудрствовать. В принципе, даже некоторые просто телефоном вас копируют. Мне вот удобнее так. У меня была коробочка, но куда-то она задевалась. Поэтому делаю другую. Потом её куда-нибудь на шкаф убрать, чтобы она там лежала. И всё. Так, продёргиваем это сюда. Откручиваем контакты. Вставляем проводки в контакты. Затягиваем. Вариантов сделать авоскоп миллион. Можно просто фонариком. Китайские фонарики. Можно вот так вот лампочкой можно купить готовый авоскоп из Китая заказать. Так, патрон собрал. Сейчас нужно присоединить его присоединить его к коробочке. Коробочку. Коробочку открою сейчас. Чтобы видно было. Вот так вот сейчас. Вот так вот берём два самореза. Саморезы, блин, такие ещё. И аккуратненько вкручиваем в картон от коробки. Вот и всё. Патрон держится, никуда не денется. Если его не кидать, не бросать. Вкручиваем лампочку. И вот здесь напротив вот тут вот напротив лампочки вырезаем отверстие под наши яйца. Яйца у нас индюшинные. Можно сделать здесь под индюшинные, а впереди, вот здесь перед лампочкой, можно сделать под курильные. То есть два отверстия разными размерами. Вот всё. Наш авоскоп готов к работе. Как коробка из-под диафильмов. Сейчас включу его в розетку. Вот такая вот конструкция получилась за пять минут. Света достаточно будет вполне, чтобы проверить яйцо. Сейчас для наглядности просто простое яйцо возьму свеженькое. Свет выключу. Посмотрим, как она светится. Вот, смотрите. Яйцо просвечивает насквозь. Видно изумительно и очень хорошо. Сейчас буду проверять яйца, которые я закладывал 24 марта и 31 марта. И посмотрим. Вообще-то проверим все, которые были у меня заложены. И вот эти степени развития эмбрионов мы сможем посмотреть. Интервал как раз 3-4 дня между закладками. И будет видно, как за этот промежуток времени развивался эмбрион у индюшенных яиц. Всё, давайте начнём. Так вот, приготовил я две ёмкости для яиц. В одну ёмкость сложил яйца из инкубатора. Сейчас буду проверять на авоскопе и складывать их уже в другую ёмкость. Сейчас вот камеру максимально близко к авоскопу сделаю. Начинаем пробовать. Вот маленькое яйцо, индюшинное. Оно у нас вот 24-го числа. Сразу видим болтун. Это стопроцентный болтун. Его убираем сразу же. Так, следующее яйцо у нас от 31-го числа. Ну тут ещё только начальная стадия. Вот зародыш видно. Вот, посмотрите. Вот он бегает. Кровеносная система. Зародыш видать. То есть есть, есть начало развития, есть ещё 4 дня. Как бы. Яйцо 24-го. Яйцо 24-го. Вот тоже. Тут хорошее развитие идёт. Очень много. Больше, уже половина почти затемнённая. Это хорошо. Следующее. 26-е число. Тоже. Часть яйца уже значительно затемнённая. И вот видно там кровеносная система. Кровеносная система. Всё хорошо посвечивает. Так, сейчас сделаю. Попробую вот так вот сделать. Вот так вот. А это что не подписано? Не подписано. А 24-го идут. Всё пустое? Это пустое, да? Так вот. А 24-го числа тоже яйцо. Яйцо пустое. Яйцо болтун. Тут стопроцентный болтун. Оно просвечивает насквозь, как фонарик. Ну, вот видишь, нету ничего. Нету. Ну, это желток. А ты так и не пробовал. А что толку-то? Всё, это болтун. Тут стопроцентно, однозначно. За 10 дней развития от 24-го числа сразу видно, насколько вот можете видеть. Пол яйца осветлённое, а пол яйца уже развился. Там тенец. Развитие идёт. Это хорошее яйцо. Яйцо от 24-го. Тоже развитие есть. Вот эмбрион. Видно его. Тёмная часть и светлая часть. Хорошо. Яйцо от 24-го. Болтун. Болтун. Видно, просвечивает, как фонарик. Убираем. Яйцо от 31-го. Вот, видите, бегает. Вот он. Оплодотворённое яйцо. Эмбрион начал развиваться. Убираем. От 26-го числа. Эмбрион развивается. Пол яйца затемнённое. От 24-го числа. Болтун. Яйцо болтун. Пустое. Убираем. Нет, он топчет. Не начали. У нас они долго лежали. Вот эти яйца первые, мы долго их собирали. Как бы, может, просто... Уже это... Вот, видите? От 24-го числа яйцо. Оно уже наполовину затемнённое. Убираем. Опять от 24-го числа. Зародушь есть. Хорошо. 24-е число. Зародушь развивается нормально. Вот его видно. Пол яйца тёмное. Так, яйцо опять от 24-го. Зародушь есть. Развивается хорошо. Уже больше 2 трети яйца занял эмбрион. 24-е число. Развивается. Вот видно. Пол яйца светлое, пол яйца тёмное. 24-е число. Эмбрион развивается хорошо. Вот видно его. 26-е число. Тоже развитие идёт. Так, друзья. Ну вот. Как вы видели, при воскопировании у нас из 15 яиц, которые я закладывал 24-го марта, 4 яйца у нас не оплот. Либо, может, оплот. Но хотя болтуны, их видно сразу болтуны. У них нет развития абсолютно никакого не было. Даже в начальной стадии не было. Значит, это были болтуны. Все остальные яйца у нас уже значительно и хорошо как бы развились. Уже видно. Пол яйца, половина пространства, половина объёма яйца уже заполнена эмбрионом. Также у нас было заложено яйца 26-го числа. И вот яйца от 26-го и от 24-го как бы в развитии практически не видно. А вот яйца, которые заложены от 31-го, как вы видели, эмбрион ещё только-только начинает это. Там ещё паучок. То есть, это самая начальная стадия развития эмбриона. Сперва появляется и паучок, потом вот начинает постепенно-постепенно заполнять пространство яйца. И в конце уже там уже полностью тёмное яйцо. То есть, там уже птенец формируется. И он занимает всю площадь внутри яйца. Через неделю я проведу повторное скопирование. Буду яйца проверять, которые уже закладывал более поздние периоды инкубации. Будем смотреть, как развиваются наши птенцы, яйца, эмбрионы в яйцах. И вот убирать некачественное яйцо буду. Через куриные яйца, бролеры, я загрузил 3-го числа. Сегодня 5-е число, 5-е апреля. Буду проверять их 13-го числа. 13-го числа будем проводить авоскопирование куриных яиц. Буду проверять все 70 яиц. А те яйца, которые будут неоплодотворённые, либо на какой-то стадии погибшие, буду убирать. На этом, друзья, всё. Оставайтесь на канале, смотрите новые сюжеты. С вами я прощаюсь, вам я желаю добра. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok